Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Markets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы размещаем, постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, друзья, дождались наконец-таки май. Эта неделя насыщена, я бы даже сказал, перегружена на знаковые фундаментальные события. Нас ждет заседание Федрезерва, нас ждет Европейский Центральный Банк тоже со своим решением по ключевой процентной ставке. И в пятницу, что прям совсем не было скучно, еще и релиз Non-Farm Perils. Каждое из этих событий по отдельности могло бы стать источником беспрецедентной волатильности в текущих новостных обстоятельствах. Но в этот раз они выпали все на одну неделю и фактически будут выходить с интервалом в одну торговую сессию. Поэтому, друзья, учитывая, что мы ждем серьезные движения, я заранее вас предупреждаю, что нужно контролировать риски. Нужно соблюдать правила риск-менеджмента, не нужно гнаться за каждым движением, нельзя превышать плечи, чем один к десяти, фактическое по совокупности всех сделок. Если за весь тот долгий путь, который мы вместе с вами прошли, вы не разобрались, что такое риск-менеджмент, обязательно обратитесь к персональным менеджерам нашей компании, и вам окажут самую профессиональную и компетентную помощь и поддержку. Сейчас эти понятия вы прекрасно должны осознавать, и риск-менеджмент – это то, что уже должно где-то под коркой быть. Что касается этих событий, друзья, индекс доллара 101.50, и, конечно же, эту неделю американская валюта завершит на совершенно других ценовых уровнях. Я надеюсь, вы помните мою точку зрения, знаете, что я отношусь к лагерю тех трейдеров, которые шартят индекс доллара, поскольку считаю, что доллар сейчас неоправданно высок, особенно в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сейчас. По данным инструмента FedWatch, вероятность повышения процентной ставки сейчас составляет 83%. Я рассчитывал на то, что после выхода данных по личным доходам, личным расходам в пятницу, и еще после Мичиганского индекса, вероятность повышения процентной ставки станет где-то в районе 65-70%. Но по факту мы видим показатели выше. 83% – это, конечно же, много. Это значит, что ставку с вероятностью, я бы даже сказал, больше, чем этот показатель, ну, как фактическое решение, ставку повысит. И тут нужно уже понимать, как на все это отреагирует доллар. Уже разбирали сценарий, при котором курс американского доллара уже, наверное, выжил максимум из-за текущего решения, потому что очень долгий период времени рынок закладывается под повышение процентной ставки. И единственное, что могло бы помочь доллару дальше расти, это, например, анонсы дальнейшего ужесточения монетарной политики, либо фактическое повышение ставки не на 25 байсных пунктов, а на 50. Но мне кажется, эти сценарии абсолютно нереалистичны. Поэтому я придерживаюсь другого сценария, который имеет куда больше оснований для того, чтобы реализоваться. Это то, что после решения по ключевой процентной ставке все-таки мы получим риторику, которая уже будет явно смещаться в сторону такого мягкого акцента, дальнейшего проведения более мягкой монетарной политики. То, что ФРС завершит текущий цикл ужесточения монетарной политики и, наконец-таки, друзья, успокоится. Текущие новостные обстоятельства, что это? Это слабая статистика, слабый рынок недвижимости. Это действительно так. Рынок труда, который буксует. На прошлой неделе у нас была куча отчетов, которым можно придраться. Начиная от индекса потребительских настроений Conference Board, заканчивая показателем ВВП квартального роста. В пятницу еще личные доходы, личные расходы. Ну, кому интересно, можете посмотреть по экономическому календарю, вы поймете, что там тоже есть определенного рода вопросы. Но вся эта статистика, она, конечно же, она будет влиять на решение американского регулятора и на ту риторику, которую в итоге мы в эту среду услышим. Но есть другое обстоятельство новостного, которое по степени значимости влияния на риторику американского регулятора, конечно же, занимает первое место. Это усиливавшиеся риски в национальной банковской системе. После того, как банк First Republic опубликовал квартальный отчет, отчитался о том, что потерял больше 100 миллиардов долларов клиентских депозитов и оказался, по сути, на грани банкротства. Я думаю, что эта новость о неплатежеспособности этого банка может прийти на рынок не то, чтобы в любой день, а в любую минуту и в любую секунду, потому что уже все говорят, что нет смысла, а точнее даже уже поздно спасать этот банк. Ну и сколько можно? Во время первой волны кризиса этому банку было предоставлено около 30 миллиардов долларов. Ну и мы знаем, что, собственно, этой денежной инъекции оказалось недостаточно, потому что доверие к банку осталось подорванным, и клиенты продолжают выводить свои капиталы. Ну, если бы вы, опять же, были вкладчиком при таких новостных сводках, как сейчас, конечно же, вы бы поспешили забрать свои деньги из этого кредитного учреждения. Я думаю, что так сейчас поступят практически все. Поэтому новость, которая в любой момент может оморочить рыночное настроение, это новость с высоким потенциалом отдачи для всех финансовых рынков. И вспомните, как рынок реагировал на первую волну банковского кризиса. Мы видели ажиотажный спрос на золото. Кстати, нам это и нужно сейчас, чтобы золото росло. Индекс доллара испытывал проблемы. Я думаю, что ситуация может повториться и сейчас. И она точно повторится, потому что даже в пятницу, друзья, акции First Republic банка потеряли еще 43% своей стоимости и обновили рекордный минимум. Сейчас котируются на отметке 3,5 доллара. Поэтому ждем дальнейших распродаж американской валюты. Я очень рассчитываю то, что в рамках этой недели мы сможем протестировать поддержку 100 пунктов и оказаться ниже. Золото 1982 доллара за трость к унсу. Соответственно, все, что было сейчас сказано про состояние американской банковской системы, проецируем на золото, как на защитный инструмент. И тут, пожалуйста, снова вырисовывается горизонт роста этого актива. Также добавим намерение ключевых центральных банков дальше повышать процентные ставки, что ухудшит рыночное настроение, омрачит перспективы мирового экономического роста. И тоже золото здесь может оказаться на коне, потому что его защитные свойства снова будут востребованы. Ну и спрос со стороны ключевых центральных банков – это тоже доминирующая тема. Через месяц у нас будет статистика уже объективная. За первый квартал уже проверено. Я надеюсь, что никаких рисованных данных не будет. И уверен, что центральные банки значительно увеличили скупку золота в первом квартале на фоне сохраняющихся геополитических рисков. Европейская валюта против доллара 1,1010. Ждем также заседания ЕЦБ, тоже повышения процентной ставки. Пяточные данные по ОВП Германии и еврозоны. В целом показатели неплохие в первом квартале. И экономика еврозоны Германии прибавила 0,1%. Еврозоны на 0,1%, Германия на 0,2%. Это плюс-минус с ожиданиями рынка. Я абсолютно солидарен с точки зрения главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна о том, что ставку нужно повышать на 50 байсных фонтов. Но теперь осталось только расслабиться и дождаться посмотреть за решением, которое примут голосующие члены ЕЦБ. Надеюсь, что ставку действительно повысит на столько, и поэтому евро снова предпримет попытку закрепиться выше отметки 1,11 и продолжить движение к уровню 1,12, который является текущим целевым ориентиром. Пара фунт-доллар 1,2562. Наша цель, друзья, 1,26. До нее в пятницу было всего лишь 20 фунтов. Но я думаю, что эту цель мы сделаем также уже в ближайшие часы. Поддержку фунту оказывают тоже ожидание, что 11 мая на заседание британского регулятора ставка будет повышена на фоне беспрецедентной инфляции, которая остается двухзначной. Другие комментарии слишни сейчас, потому что понятно, что рынок реагирует на будущее действие национального регулятора, в частности Банка Англии. Банк Англии не имеет никаких других инструментов, чтобы бороться с текущим показателем инфляции. Поэтому будет оставаться крайне предсказуемым. И на этой предсказуемости мы попробуем заработать. Еще две валютные пары доллар-иена 136,28. Я закрыл сделку на отметке 135, друзья, потому что Банк Японии, к сожалению, разочаровал всех тех, кто рассчитывал на смену риторики. В ближайшее время этой смены риторики, судя по всему, не будет, потому что японский регулятор во главе сейчас Суэда абсолютно убежден, что инфляция должна непременно достичь целевого ориентирования при текущих экономических стимулах. Очень жаль, друзья. Если будут какие-то дополнительные вводные, либо причины изменить свою точку зрения, я вам об этом обязательно расскажу. И пара доллар-канадец 1,3549, текущие котировки, наша цель 1,33-1,32. Ждем восстановления рынка нефти и дальнейшего снижения курса американского доллара. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!